На этой неделе львовская мусорно-политическая эпопея достигла кульминации. Три народных депутата объявили голодовку, а во Львов постоянно ездили высокие киевские гости. И вот сегодня решение наконец-то найдено. Садовый передает полномочия по вывезению мусора губернатору, и город уже начали чистить. А вот что предшествовало генеральной уборке, знает Галина Якушко. Все подробности грязной проблемы смотрите в ее материале. Свершилось. Ближе к обеду пятницы мусор со львовских улиц начали вывозить. Убрали уже почти 140 тонн. Ради генеральной уборки коммунальщики обещают работать круглосуточно. Ведь фронт работ огромный. За эту неделю в городе скопилось рекордное количество мусора. Из половины баков отходы не вывозили больше месяца. Но как политические споры в грязной теме вышли на чистое решение? Львовская мусориада на этой неделе достигла кульминации. Глава самопомочи Олег Березюк перед честным депутатским собранием объявил голодовку. Я как людина, лекарь и народный депутат Украины принял экстраординарное для себя решение. Я оголошу голодование. Поддерживать львовян Березюк пошел на ступеньки к администрации президента. С собой взял только воду и книгу. Вскоре к нему присоединились и коллеги по фракции Оксана Сырыд и Тарас Пастух. Во Львове тоже не растерялись. Там начал голодать Березюк. Точнее начала. Чиновница ОГА Ольга Березюк расположилась под горсоветом на раскладном стуле. Но в отличие от Олега, Ольга голодала против Андрея Садового. Когда приняли Березюка, Олега и Ольгу, я значительно подошла за него. Это не совсем корректное применение. Мне будет тяжело держать голодовку, чем ему. Ему на пользу пойдет, а мне на шкоды. Ольга Березюк сдалась раньше своего однофамильца и голодовку прекратила. А вот Андрей Садовый и начинать не был готов. А вы не планируете голодовать? Не знаю, как будет результат эта ситуация. Андрей Садовый всю неделю принимал гостей из Киева. Сперва львовские мусорники инспектировала главный медик. Большинство города не есть заваленный смет. Я думаю, что как мы сможем разом попрацевать, не потребно на обычном состоянии. После Ульяны Супрун принимали вице-премьера Геннадия Зубко. Я активно доведусь к тому, чтобы другие соседние области могли запропоновать и подписать такие договоры, для того, чтобы это смет выросло. Садовый пожаловался на блокаду и показал 200 отказов в приеме мусора, но в Киеве требуют конкретных фактов. А правоохранители заинтересовались махинациями, связанными с вывозом мусора. В Львов спецкоммунтранс пришли с обысками. Вынесли несколько пакетов с документами, но что искали, неизвестно. Сходите, пожалуйста, что за... Голодовки, политические визиты и обыски. Все это происходило на фоне неизменных мусорных куч. Пока львовский губернатор не заявил, что готов взять на себя груз отходов. Я вернулся с официальным листом до Львовского міського головы, в котором выклад готовность взять на себя ответственность за вывозение твердых подготовленных отходов из города Львова. Андрей Садовый над предложением думал сутки. Вот сегодня заявил, готов передать полномочия по вывозу мусора. Я уверен, что в данной ситуации мы должны принять эту пропозицию. Правда, за такое решение еще должны проголосовать львовские депутаты.